В то же время вот эти перепалки друг друга, наверное, создают такую нервную обстановку. Вот смотрите, если мы сегодня не проголосуем за бюджет, то есть сложная ситуация, в которой сейчас находится и страна, и город в том числе, мы можем войти в определенный коллапс. Мы голосуем с вами за бюджет, там деньги, здравоохранение, насколько я так понимаю, знаю, да, это люди, которые лечатся и так далее и тому подобное. Это деньги, которые связаны в том числе и с выборами и так далее и тому подобное. Вот мне хотелось бы просто понимать, что мы добиваемся этим вопросом. Ну, вроде как все здравые люди, все прекрасно понимают о том, что за это голосовать нужно. Город без бюджета остаться не может. Извинения, которые вносятся, то, о котором мы говорили 30-го числа, это изменения. Значит, 30-го числа еще какая-то, ну, может, малая часть была, говорилось о том, что нужно еще рассмотреть это на комиссии дополнительно, да? Ну, как бы, до юра, ну, как бы, нужно было говорить. Сейчас уже всю конву, всю процедуру мы прошли. У меня просьба, давайте как-то все-таки оставим вот эти какие-то амбиции выборные, оставим какие-то вопросы перепалки, обвинения друг друга. Значит, я обращаюсь к людям, которые здесь приглашены, давайте все-таки не обвинять друг друга, мы живем в одном городе, и бюджет этот для города нужен, еще раз говорю. Если мы сейчас не проголосуем, мы можем пройти в определенный коллапс в плане финансирования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования и так далее, и так далее, и так далее. Давайте взвешенно подойдем к этому вопросу. Ну, наверное, не принципиально это вопрос. Тут, когда, я еще понимаю, по земле какие-то вопросы были, да, как-то по-разному понимали. Это тоже уже вроде до последнего времени по земле как бы вылезные вопросы выносились. Ну, по бюджету, ну, я не понимаю, в чем здесь распри, с чем здесь, в принципе, вопросы связаны, непонимание. По-моему, все четко руководитель департамента финансов определил и сказал те моменты, на которые нужно обратить внимание. Спасибо. Голосуем.